Всем привет! Компания Ableton выпустила новый контроллер, а если быть точнее, то это, наверное, какой-то грувбокс, Ableton Move называется. Пока я монтировал видео, оно еще в процессе производства, про то, как я использую MIDI Hub в качестве девайса, который с помощью одной ноты делает аккорд. Вот компания Ableton выпустила девайс, который уже имеет на борту очень классный полифонический секвенсор, который можно использовать нажатием вот этих вот пэдов, которые нам привычные у Ableton Push. Ровно день я думал, стоит ли мне его заказывать, не стоит, и я решил все-таки его заказать, попробовать, потому что я надеюсь, что компания Ableton не может облажаться, и, наверное, они выпустят хороший продукт, который позволит действительно создавать музыку вот в таких условиях, когда нужно взять девайс с собой, учитывая, что у него есть батарейка, у него есть микрофон. В принципе, его свойства выглядят довольно симпатично для меня, там есть 64 гигабайта памяти. Единственное, что мне пока сейчас непонятно, это вопрос с сэмплами. Ну, давайте посмотрим технические характеристики у этого девайса, о которых нам рассказывает компания. Многие ответы я пока на свои вопросы не нашел, сейчас расскажу, о чем я имею в виду. Итак, основные характеристики. Автономная работа, то есть у него получается компактный размер, он действительно плоский, не знаю, как по весу, пока нет возможности его потрогать, но я думаю, что он примерно похож на Push, единственное, что потоньше, скорее всего. Обширная библиотека звуков, переразряжаемая батарея, встроенный процессор, динамик, микрофон позволяет брать его с собой и создавать музыку где угодно. Очень интересно. Четыре гибких трека. Это, наверное, скорее всего минус, потому что четыре трека, как минимум, это, наверное, мало для полноценной какой-то композиции, но учитывая то, что драм-секвенсор обладает шестнадцати сэмплами, то есть шестнадцать ваншот сэмплов каких-то можно использовать и отдельных обрабатывать, то дорожек получается уже шестнадцать плюс три, как минимум девятнадцать. То есть, возможно, это будет удобно для использования. То есть, да, используя любой или все четыре трека Move в качестве ударной установки, то есть можно реально менять ролик каждого этих инструментов, там, наверное, может быть все четыре трека в качестве ударной установки, тогда звучков-то там может быть шестнадцать умножить на четыре, я так понимаю. Режим заметки. Создавай быстро с помощью шестнадцати пэдовой раскладки для игры на барабанах. Так, почему шестнадцать, тоже непонятно, ведь пэдов там больше, может быть, какими-то прошивками новыми они это все исправят. Режим сеанса, это классно, потому что можно запускать клипы, я очень надеюсь, что можно загрузить до лупы, запускать лупы и, в принципе, готов, наверное, я попробовать какой-то стем, лайф, точнее, свой разбить на стемы, на четыре инструмента, возможно, и если у каждого из этих четырех инструментов будет еще по четыре вариации, я думаю, что можно играть такой лайф. Кстати, тридцать два, как было сказано, там, тридцать два сета можно, то есть тридцать два трека. Шестнадцать нот для барабанов, так это уже сказал я, да. Так, сэмплирование и повторность. В общем, можно сэмплировать окружение с помощью мув, можно использовать джек для того, чтобы записывать туда. Можно еще сделать ресэмплинг, что позволяет наслаивать, это тоже очень удобно. Автоматизация параметров, это очень крутая штука, которая позволяет с помощью этих энкодеров выстраивать какую-то автоматизацию, я думаю, что это что-то типа локов там будет реализовано. Пошаговый секвенсор, это вещь, которая мне очень понравилась. Прежде всего, в Ableton Push, наверное, вот этих вот кнопок, действительно не пэдов, а именно кнопок, которые стоило бы тыркнуть для того, чтобы увидеть рисунок своего паттерна, мне действительно не хватало. Когда я увидел здесь, и то, что под этими кнопками еще есть какие-то дополнительные подсвечиваемые такие огонечки, которые, ну, то есть подсветка, которая открывает дополнительную функцию под каждую штуку, мне показалось, что это очень удобно, и даже тот маленький дисплей, который есть, сейчас его все немножко ругают, но мне кажется, что когда все на кнопках и на пэдах расположено, будет удобно, в принципе, дисплей, может быть, для этого даже и для создания музыки не особо-то и нужен будет. Есть функция Capture, это очень интересно, то есть она заранее, получается, как, ну, то есть она заранее что-то записывает, ее можно восстановить из, как бы, бэкграундной такой записи, то есть можно играть-играть, а потом понял, что ты потерял что-то, взял и восстановил, но это как в Push тоже присутствовало. Арпеджиатор и повтор, что тут имеется в виду, короче, тут превратить аккордоматизированную последовательность отдельных нот с помощью арпеджиатора и используйте функцию повтор, чтобы запустить серию быстро повторяющих нот и ударов. А, окей, это фишка MPC-шная, когда мы можем, в Arturie Bitstep Pro тоже это реализовано, очень удобно. Короче, когда нажимаешь на кнопку и можно ее, можно инструмент воспроизводить в соответствии с сеткой, там можно выбрать 16-я, там 32-я, еще триоли, там можно, короче. Тут вроде все прочитал, идем дальше, посмотрим, что нам тут в комплекте дается с этим девайсом. Инструменты, тут есть несколько инструментов, такие как Wave Table, Drum Sembler, Drift, Melodic Sembler, что позволяет использовать не просто сэмплы, а действительно диджитальные синтезаторы. Напомните мне несколько, или хоть один хотя бы какой-нибудь достойный синтезаторный груббокс, который сейчас есть на рынке. Ну, окей, синтакт, наверное, Polyend Play вроде как есть, там тоже синтезаторные движки, но одно дело синтезаторные движки где-то в чем-то, а другое дело полноценный движок, который можно потом в Ableton открыть и уже увидеть настройки, более детально проработать, если оно нужно, ну или прописать автоматизацию. То есть синхронизация с Ableton в данном случае большущий плюс для меня, я вижу здесь интересный подход в создании музыки, который можно использовать, ну, либо просто использовать сэмплы. То есть попробовать синты можно, конечно же. Аудиоэффекты, то есть можно по два эффекта добавлять на каждый трек, тоже очень интересно. Reverb Delay, Сатуратор, Хорус, Phaser, Flanger, Redux и Channel Equalizer. Очень интересно, плюс динамик. Как это будет работать с сэмплами пока непонятно, но я к минимуму могу точно сказать, что я использовал для одного проекта, использовал я Ableton Note. Вот, и то, как он работал с моими сэмплами, я даже загрузил сюда в телефон свои сэмплы, несколько гигов забил просто для того, чтобы попробовать, посмотреть, как звучит этот девайс. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Потому что многие грувбоксы так или иначе красят сэмплы свои, то есть своей особенностью звук они приукрашивают или персонализируют, можно так сказать. Не приукрашивают, потому что что-то ухудшает, например, более low-fine какой-то звук создает. То в Ableton все звучит очень четко, практически как исходник сэмпла. Я надеюсь, что моя ставка на то, что этот Ableton Move будет красить звук вообще никак. То есть, что будет сэмпл, как он был исходником из моего синтезатора. Если я захочу его как-то пережать ревербом или обработать дилеем, или пережать, наоборот, как раз-таки редакс или прочими штуками, то я это сделаю. Но когда я этого не хочу, я не хочу, чтобы он окрашивал. В нем в комплекте идет полторы тысячи звуков и пресета включая ударные. Как минимум, сэмпл базу какую-то можно тоже отсюда забрать, кому это интересно. То есть, это one-shot, сэмплы и лупы, пресеты, аудиоэффекты и все такое. Это интересно. Тем более, они будут синхронизированы с Ableton Live. Насколько я понял, можно и свой драм-кит создать. Соответственно, легко мой драм-стейшн переедет в кит в виде кита, вот в эту Ableton Move. Мгновенный выбор звука. Ну, когда вы начинаете новый сет, Move загружает четыре звука, с которыми вы можете начать играть. Я так понимаю, что это какая-то рандомная, что ли, да, история. То есть, можно просто начинать, и он уже сам что-то добавляет. То есть, реально можно быстро накидывать без предварительной подготовки. Подспорье для тех, кто не знает, с чего начать. 32 пэда с полифоническим послекасанием. Круто. Чувствительная скорость нажатия силиконовые пэды. Move с подсветкой позволяет вам играть аккорды, мелодии и биты. Еще один шаг в сторону тех, кто не знает, как играть аккорды на клавишах, в каких скейлах двигаться. В этом плане, конечно, Ableton очень классно устроен. Здесь можно выбрать скейл изначально и в нем двигаться, скажем так. Просто нажимать по интуиции вот эти вот пэды. И получается, будет музыка, вы будете настраивать ее на слух, нежели в соответствии с каким-то скиллом. То есть, минимальный порог входа в музыку, благодаря этим пэдам, как бы есть. 16 много функциональных кнопок. Но это, про что я говорил, как раз-таки есть тот самый степ-секвенсор, который отдельно от пэдов теперь вынесен. Мне кажется, это очень круто. Это один из вообще поинтов, почему я решил все-таки этот девайс себе заказать и проверить его работоспособность. 9 сенсорных бесконечных энкодеров, которые позволят добавить какой-то модуляции и управление над каждым звуком. В соответствии выбираем звук и мы правим сверху кнопки в стиле электрона. Здесь 8, там 9. Компактный OLED-дисплей, его многие ругают, да, но я почему-то вижу здесь только большой плюс, потому что батарейка будет служить дольше. Как минимум, можно подумать о том, что, может быть, он там и не нужен. Если вы хотите там условно чопать сэмплы, как на компе, может быть, есть смысл продолжить эту работу действительно. Не буду пока ругать, не хвалить, не знаю, надо попробовать. Удишь так-то, по крайней мере, побольше дисплей. Посмотрим, какой дисплей, как он в работе будет именно в этом девайсе, непонятно. Будем смотреть. Аудио вход и выход. Передавайте звук на динамике или наушники, слушайте внешнего источника. Аудио выходы на 3,5-миллиметровых. Отдельно для наушников, к сожалению, нет. Я так понимаю, что можно либо наушники, либо аудио выход. Но придется, если вам нужно будет мониторинг осуществлять, то есть микшер какой-то все равно нужен будет. Встроенный динамик и микрофон. Вот кажется смешным на самом деле, но мне бы хотелось иметь и динамик, и микрофон. Потому что реально спонтанные какие-то идеи или записи могут здорово оживить вот этот процесс. Когда я с Yamaha и SigTrack занимался, мне показалось, что это вполне себе юзабельная тоже штука, которую можно использовать. Может быть, даже и позаписывать какой-то филд-рекординг на улице. Если я действительно девайс с батарейками взял с собой, что-то записал и потом использовал это в музыке. Почему бы нет? Встроенный Wi-Fi, чтобы передавать файлы через Ableton Cloud. Единственное, что мне не понравилось в Ableton Cloud, когда я работал с Node, то что мне показался тоже длительный процесс. Мне кажется, что через браузер здесь, наверное, я надеюсь, что будет легче передавать эти файлы. Не знаю, меня пока этот момент смущает. Мне кажется, что все-таки тоже такой будет не очень бесшовный переход. Пока мы ждем Overbridge для Digitact 2, я уже устал просто. У меня отсутствует мост между моими записями, сэмплами, лупами в DAW для того, чтобы продолжить там работу и строить треки. Ну или записывать можно, конечно, это все мастером, ну и не знаю. Почему-то, когда есть возможность записывать мультитрек, то мне кажется, эту функцию надо использовать. А здесь можно открыть проект Ableton Live и продолжить работу там. 64 гигабайта встроенной оперативной памяти. В своем влоге я уже рассказывал, что у меня, например, Black Box, которому 64 гига. А я очень много записываю длинных стемов, там, несколько минутных, для того, чтобы использовать музыки. И 64 гигабайта, в принципе, даже половину еще пока у меня не забита. Хотя там треков, наверное, уже, ну не знаю, 40, наверное, точно есть. То есть, как минимум, 30, даже двух, наверное, мне хватало бы. Ну вот 64 здесь есть, что тоже прекрасно. Единственное, что эта память, наверное, распределяется также на синты и на прочие штуки. Сколько, интересно, действительно в свободном доступе будет после того, как девайс придет, на нем все уже установлено, и программное обеспечение и все такое. Вопрос. Ну, надеюсь, что больше 50 хотя бы. Какой-то тут процессор 1,5 ГГц, ничего мне об этом не говорит, на самом деле. Написано, что это ARM процессор, ну, это, наверное, хорошо. Ну вот, и 2 гигабайта оперативки, я не знаю, для этого девайса, возможно, этого будет даже слишком дофига. Подключения, какие у нас тут есть? Ну, тут есть облака Ableton, не скажу, что мне нравится эта идея, но современные тенденции с облаками, они, как бы, и сюда тоже дошли. Легко управлять своими наборами, файлами, образцами с помощью Web Manager Move, это интересно. Мне кажется, Web Manager как раз-таки полезная штука, максимально будет. Так, два порта USB-A и USB-C. В нем есть USB-Хост, что очень круто. Использую я в BlackBox постоянно USB-Хост для того, чтобы подключить фейдеры. Вот у меня есть этот контроллер, который я по USB, он также и питается у меня от BlackBox. Я думаю, что такую же связку можно и применить для барабанов, например, если я хочу барабаны управлять по фейдеру. Фейдерами, то есть 16 назначить, но у меня 8 тут как бы фейдеров. 8 фейдеров можно управлять 8-ю барабанами, подключить по USB, это классно. Другой вопрос, я не очень понимаю, как пока MIDI отправить на другие девайсы, если я захочу использовать его секвенсор. Ведь его можно использовать как секвенсор для внешних симптов тоже, в том числе и полифонические вот эти штуки. Единственное, что это займет целую дорожку. Надо пробовать. У меня есть MIDI-конвертер, который от USB конвертит в MIDI. Такая штука есть у меня, Kenton. В принципе, можно попробовать ее использовать. Либо нужно покупать какой-то девайс, который работает по USB. Сейчас пока сложно мне представить, как вот этот переход между железом и Move я буду осуществлять. И буду ли вообще осуществлять, пока не знаю. Может быть и нет. Но Клок-то надо точно передавать. То есть, не знаю, как будет схема выглядит, пока не знаю. Вот и проверю как раз. Так, порт USB-C, подзаряжай, подключай компьютер, управляй live. Ну, короче, он питается по USB-C, это удобно. Вот так эта штука выглядит. Мне очень понравился дизайн. Мне понравилось, что он маленький, компактный. Надеюсь, вот сюда он наверх ко мне влезет. И, в принципе, это претендент на очередную попытку перейти в DAF, чтобы записывать все свои синты в DAW. Может быть, это будет какой-то терминальный такой вариант, куда буду я в него записывать. Но у меня очень большой вопрос по варпингу. Насколько я понял, я сейчас не вижу каких-то машин, которые могли бы быть для сэмплов. Единственное, я видел какие-то грануляры там, они точнее, ну, как бы как на гранула делят сэмпл. Ну, что касается вот лупов, ну, и варпинга. Могу ли я, например, записать там 32 шага ровных или 64 своего лупа? Есть ограничения по записи лупов. Там, по-моему, 4 минуты можно записывать. Не лупов, а именно длины сэмплов. 4 минуты можно записывать. Частота декретизации, по-моему, там 44-100 максимум. Ну, может быть, оно и достаточно. Будем доверять на данный момент компания Болт. Я надеюсь, что они не подведутся. Это же первый, получается, у них такой грувбокс. Это интересно очень. И вот 4 минуты за глаза. Другое дело, будет ли он идти в ритм, который будет в общем темпе. То есть, ну, можно ли делать варпинг длинных лупов, чтобы они хорошо, вот, короче, работали. Потому что для меня важно, на самом деле, записывать длинные сэмплы. Вопрос номер один. Если нет, то, конечно, еще очередная one-shot, короче, такая штука получается не совсем полноценная. Но не буду пока сейчас наговаривать. Может быть, это и будет работать. Может, это будет идеально лупиться. Потому что, в принципе, варпинг в Ableton гораздо лучше, чем варпинг в каких-то электрон машинах. Или там вообще, в принципе, машинах. Потому что у них опыта в этом гораздо больше. И там есть несколько типов варпинга. Там для Bits или Complex Pro. Ну, вы знаете все прекрасно об этом. Желтая кнопочка. Что, конечно, добавляет плюса для меня эстетического. Мне кажется, это очень интересно включить кнопочку моего любимого цвета для того, чтобы девайс вдохновлял меня в том числе. Так что, вот. Такие мысли у меня. Сегодня заказал. Доставка один-два дня. Дальше будем смотреть. Будут, наверное, стримы снова. Вернусь я в стримы. Сейчас я больше в блогах, во влогах. Кто не знает, подписывайтесь, смотрите влоги. Обзор какой-то обязательно на него сниму. Потому что самому интересно поотвечать на эти вопросы. Может распаковку, может еще что-то. Какой-то контент точно будет от меня про этот девайс. Так что, до скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok